Ян, расскажи, пожалуйста, как сложился для тебя сегодняшний день? Чем довольна, чем недовольна? Может быть, там, получались то, что я хотела. Ну, как бы, не все горело то, что я хотела. Первый бой в Олимпийке удался мне очень тяжело. Я вела, потом, я не знаю, что произошло. Может быть, начала нервничать, потому что это первый отборочный турнир на Олимпийские игры. Девочку начала наносить. Я уже стала проигрывать к концу боя, еле сравняла. И на морально-волевых вытащила два укола последних, честно. Я даже не стала ни кричать, у меня не было эмоций. Я думаю, господи, ну, слава богу, я вытащила этот бой. Но на самом деле не было эмоций, просто уже не могла ничего из себя выдавить. Ну, как бы так. Аж не знаю, что еще рассказать. Ян, ты в этом году не участвовала в чемпионате мира, да, но была постоянным зрителем. Как зритель, какие у тебя впечатления от московского чемпионата? А именно от самого чемпионата проведения или от фехтования? Проведение было классно, мне очень понравилось. Было очень много народу, было очень много болельщиков. Все было красиво. Ну, я на самом деле была только на женской шпаге, болела за наших девчонок. И как только наши девчонки проиграли, я ушла. Не стала смотреть, это мне было уже неинтересно. Я на самом деле очень расстроилась. Смотрела бой Виолетты Колобовой и видела, как она проиграла девочке, которая просто не должна была проигрывать. Ну, может быть, она, я думаю, может быть, она переволновалась. Ну, на самом деле, я после этого боя ушла, как-то я внутри, у меня тоже был мандраж, как будто я сама стояла на дорожке. Я решила, что больше я не могу на это смотреть и ушла. И на самом деле, через пару дней я улетела отдыхать, вот, и не стала смотреть. Участие в европейских играх как-то скрасило от тебя, не попадание на чемпионат мира? Честно, я провалила целый сезон. Я не была ни разу в четверке в прошлом сезоне. Была очень расстроена. И когда я попала в финал, это для меня была радость. Я подумала, все, значит, этот сезон прошел не зря. Как бы я поставила для себя точку положительный результат. Единственное, что смазалась концовка, я вела последний бою. Я могла выиграть, смазалась. В итоге, второе место. Сначала я немножко расстроилась, но потом подумала, что второе место на первых европейских играх, это тоже очень здорово. Это почетно. Мне сказали, что, мне подошли, сказали, это первая фехтовальная медаль на этих европейских играх. Я подумала, да. Мне сказали, войдет и в историю, как первая медалька. Я говорю, да, правда, это здорово. Не важно, что серебряная. И потом, на самом деле, у нас не было ни одной золотой медали в личной. Все лучшие медали, это было серебро. Мне сказали, что это вот как вот первая медалька завоевана, и потом все абсолютно такие же. Ну, как-то, конечно. Ну, не знаю, что еще сказать. Как отдохнуло летом? Удалось перезагрузиться перед новым сезоном? Я месяц провела за границей, отдыхала. И за 10 дней до сбора с нашей сборной я лежала в больнице, лечила ногу. У меня был два года назад разрыв в голеностопе, там, в связке. И я лечила. Потому что в прошлом сезоне в конце у меня началось воспаление ахилла, и было очень больно фехтовать. Ну, мне надо было подлечить немного ногу. Я подлечила, и потом мы поехали в Португалию. Кстати, очень хороший сбор был. Мы все отдохнули, загорали. Немножко покупались. Вода была холодная, но было здорово. Спасибо большое тебе. Удачи в этом сезоне. Спасибо.